Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского. Сегодня обсудим, как всегда, актуальную тему. В студии Виолита Ганина, Ольга Гаврилова. Здравствуйте. Безопасность детей в Приднестровье. Сегодня с самого утра только об этом и говорят. Это коснулось каждого. Приводишь ребенка в школу и узнаешь невероятные вещи. Ребенок идет домой, мы все волнуемся, что происходит. Зачем были сообщения о минированиях. Обсудим сегодня. Мы начинаем. Новость дня. Школы заминированы. Сейчас вы видите на экране этот вброс. Авторы послания угрожают взрывать и расстреливать. Цитируем. Слава Молдове, смерть русским. Есть призыв вывести российских миротворцев. Такое сообщение поступило почти во все школы, вузы и техникумы Приднестровья. А еще в ПГУ и Суворовское училище. Сотрудники милиции оперативно среагировали и работали во всех этих учреждениях. Сейчас все подробности узнаем у первого заместителя министра внутренних дел Андрея Барабаш. С нами на связи Андрей Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич, расскажите, как все началось? Угрозы взрывать и расстреливать школы поступили на электронные адреса школ. Каждое утро в школах, техникумах, колледжах проверяют почту. Среагировали ведь до начала уроков. Как это работает? Вы знаете, сегодня на электронные адреса образовательных учебных заведений, а также ряда госадминистраций республики поступили сообщения о минировании средних образовательных учебных заведений. Работники данных учреждений по прибытию на работу обнаружили данные сообщения и, конечно же, сразу, незамедлительно известили об этом правоохранительные органы, которые отреагировали практически мгновенно на полученную информацию. Ну и хочу оговориться, что помимо сотрудников правоохранительных органов и наших спасателей в этом процессе задействованы в том числе и Министерство государственной безопасности, и Следственный комитет, а также и другие ведомства. И главное в их работе – это обеспечить максимальную безопасность как работников общеобразовательных учреждений, так и обучающихся в них лиц. А поэтому первое, что обязательно организуется, это эвакуация безопасных местах всех гражданских лиц, оцепление данной территории и обследование тех объектов на наличие в них взрывных устройств. Итак, школы оцепили. На каком расстоянии обычно нельзя подходить к зданию, которое заминировано? Ведь у школ, как мы знаем, всегда много и детей, и родителей собираются, и тут важно правильно все организовать, и что правоохранители делают в первую очередь, когда школы оцепили, и как правильно себя вести. Вот дальше что? Ну, вы знаете, в каждом образовательном учреждении имеется свой план эвакуации, в котором предусмотрены и ответственные должностные лица за эвакуацию, и места, в которые отводят детей и персонал в случае необходимости ее проведения. Ну, как правило, в этих ситуациях все лица удаляются на максимально возможное удаленное расстояние и за другие здания, которые обеспечивают безопасность граждан. Все это зависит, конечно, от конкретного объекта, от окружающей территории и иных объектов, которые могут обеспечить надлежащую безопасность граждан. Важна роль каждого, и все должно происходить без паники. Мы знаем, что в каждом учебном заведении, университете, школе, Суворовском училище есть план эвакуации. И обычно педагоги знают, что делать. Учителя в общих школьных группах всех родителей предупредили, что детей отправили домой. Детей предупредили, что до конца учебного дня они должны быть дома в безопасности. Как? Мы говорим о том, что нельзя поддаваться панике. А как не поддаваться ей? Да, вы знаете, в таких ситуациях, в экстренных ситуациях, конечно же, поддаваться панике ни в коем случае нельзя. Нужно четко следовать тем указаниям, которые будут ответственны должностные лица, как я уже говорил, вышли за эвакуацию в соответствии с тем утвержденным планом. Хочу отметить, что Главное управление по червячайным ситуациям на регулярной основе проводится занятие по эвакуации на случай червячайного происшествия. Хочу сказать, что в целом персоналы и учащиеся учебных заведений в республике знают, что после получения распоряжения об эвакуации необходимо оперативно и без лишней суеты последовать в указанное безопасное место. Президент сразу же прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. Так, чтобы все были в курсе, что происходит, оперативная информация, правоохранительные органы обследовали здания учебных заведений республики. Ни один факт минирования не подтвердился, злоумышленников уже ищут. Распространители этой информации должны осознавать, что наказание за подобные шутки будет серьезным. Недавний опыт показал, что зачастую авторы сообщений о якобы минировании общественных мест и социально значимых учреждений находятся далеко за пределами страны. На этот раз взрыватели в свои игры решили добавить политике. Мы не позволим сеять межнациональную рознь. Призываю преднестровцев к спокойствию. Правоохранители выполняют свою работу. Школьники и студенты вернутся за парты после того, как мы будем полностью уверены в их безопасности. Андрей Николаевич, есть шанс, что негодяев найдут и по горячим следам? Как показывает практика, указанные сведения распространяются из мест, расположенных далеко за пределами нашей республики. И в этой части, что касается задержания виновных, могут возникнуть, как правило, объективные трудности. Что же касается шуток, которые существуют лица, находящиеся на территории нашей республики, то мы бы сказать однозначно, что такие лица будут установлены, и они понесут соответствующие наказания, предусмотренные нашим законодательством. Ага, вот здесь хотелось бы поподробнее. Президент напомнил, распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма предусматривает уголовную ответственность. То есть, то, о чем мы с вами говорим сейчас. Андрей Николаевич, что ждет злоумышленников, какое наказание? Да, хочу обратить внимание, что в соответствии с статьей 205 Уголовного кодекса Пренестровско-Молдавской республики, это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ну, а еще в сообщении есть агрессия в адрес российских миротворцев. В нем требуют, цитируем, освободить Пренестровье от российской оккупации. И в наших законах есть уголовная ответственность за отрицание положительной роли миротворческой миссии Российской Федерации в Пренестровье. Это тоже статья и наказание сроком от трех до семи лет. Андрей Николаевич, это ведь не первый случай, когда в Пренестровье сообщали о ложных минированиях. Это был и дом советов, и республиканская клиническая больница, и школы. И сообщения приходили на электронный адрес МВД. Людей эвакуировали всех, саперы все проверяли. В итоге ничего не находили. Оказалось, что злоумышленники находятся в России. Там их задержали, их ждет там суд. Все правильно, так? Да, действительно, вы правы совершенно. В России была задержана целая группа лиц, которая занималась распространением подобной информации. В настоящее время правоохранительными органами Российской Федерации проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет известна причина такого заявления. У нас также возбуждено уголовное дело, и следственными органами проводится соответствующая разбирательность. До конца четверти в школах осталась одна неделя. Что решили? Детей уведут на каникулы раньше, или они уйдут на каникулы вовремя, и отучатся эту неделю, просто их будут усиленно охранять? Ну, вы знаете, согласно решению оперативного штаба, с завтрашнего дня все школы республики будут переведены на удаленное обучение. До конца четверти они учатся онлайн? Совершенно правильно. Ну что ж, пора задать вопрос дня, сегодня он будет звучать так. Есть ведь, ну давайте гипотетически предположим, что угроза минирования реальная. Вот как у нас в республике готовы реагировать на эти реальные угрозы? Или будем воспринимать как, ну, очередной фейк? Или готовы? Готовы ли к Приднестрове к угрозам? Ну, я хочу подчеркнуть, что наши правоохранительные органы готовы к любым ситуациям. Мы в любом случае проверим любую информацию, готовы к любой нештатной ситуации. До свидания. До свидания. Мы продолжаем. Безопасность детей сегодня главная тема. Что движет людьми, которые нагнетают обстановку, распространяют заведомоложную информацию? Что происходит? Сейчас будем искать ответы с нашим гостем. У нас в студии Андрей Сафонов, политолог, депутат Верховного Совета. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Итак, сегодня в школы Суворовского училища, почти 60 учебных заведений, пришло сообщение о том, что здание заминировано. Причем формулировки опасные. Цитируем. Слава Молдове, смерть русским. Как думаете, кто это делает, а главное, зачем? Вы знаете, сказать, какая организация или группа лиц делают, конечно, сложно, но все это последствия, я считаю, прямое. То есть самые провокационные резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, которая заявила о Приднестровье, как о якобы территории оккупированной Российской Федерации. Вот это все пробование нас на зуб, это вытекает из того, что было принято на данной ассамблее. Я думаю, это в худшем случае игра на нервах, дергание постоянное, а в лучшем случае это подстрекательство к тому, чтобы нажать или ударить по Приднестровью. Российских миротворцев называют оккупантами. Это наших защитников, именно российские миротворцы – гарант мира на Приднестровской земле. Ясно же, что именно у нас в Приднестровье никто не напишет цитата «Мы больше не будем терпеть российскую оккупацию». Очевидно, что это кто-то извне пытается навязать грубый фейк и приплести к этому наше многонациональное государство. Как вы думаете, Андрей Михайлович, почему именно сейчас такое делают злоумышленники? Кто вообще в это поверит? В данном случае не идет речь о том, чтобы в это поверить или нет. В данном случае речь идет о том, чтобы именно выступить, излить свой яд, свою желчь. А кто это делает? Ну, мы видим, что прямое противостояние между Россией и Западом, а точнее между Россией и Китаем с одной стороны, а Западом с другой, дошло до точки. Да, мир, можно считать, находится в предвоенном состоянии. Это не преувеличение, это не фигура речи, это действительно так. Следовательно, те, кто не заинтересован в том, чтобы у Российской Федерации были здесь свои союзники, они хотят надавить на Приднестровье, а программа «Максимум» – это выбить его, как говорится, из колоды игроков региональных. Так что, я думаю, все понятно, это и противники Москвы, и противники Тирасполя одновременно. Но ведь у нас есть вполне конкретная статья, есть уголовное наказание за, вот я процитирую формулировку из статьи, отрицание положительной роли российской миротворческой миссии в Приднестровье. И нарушителям грозит вполне реальный срок тюрьмы от 3 до 7 лет. Вот неужели не останавливает злоумышленников вот такое наказание? Что скажете, Андрей Михайлович? Я думаю, что запускать это можно откуда угодно, такие вещи. Поэтому в данном случае те, которые всем этим занимаются, надеются остаться безнаказанными. Если же это кто-то поближе действует, как говорится, кустарным способом, тогда, да, его шанс познакомиться с тюрьмой гораздо ближе. Ну, такие лжиминирования в Приднестровье были и раньше. Дом Советов, РКБ, школы, интернет-террористы закладывали ложные бомбы в здания Приднестровья, России, не только. Еще в списке Молдова, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Украина. В итоге в России ФСБ задержало подозреваемых. Есть еще и моральная сторона вопроса. Подвергают опасности детей. Хорошо, что случаи минирования не подтвердились, но бьют именно по детям. Почему, Андрей Михайлович, как вы думаете, именно такие объекты выбирают? Ну, это для того бьют по детям, которые, кстати говоря, чаще всего к этому относятся более спокойно, чем взрослые. Это удар по родителям, по их психике, по их работоспособности, попытка вызвать у них недовольство. Кто-то, может быть, уедет и убежит. И в данном случае это просто-напросто общее стремление, тенденция посеять хаос. Я думаю, что это у нас не прокатит. Ну, а то, что вы отметили правильно, поступило в очень многие учебные заведения, хотя это было и раньше, раньше не было таких масштабов. А сейчас это сделано, можно сказать, веером, так, чтобы как можно большее количество учебных заведений захватить. Это только доказывает то, что именно начата игра, где ставка дестабилизировать все Приднестровье. Но, повторяю, все мы смотрим телевизор, читаем газеты, кто еще читает их, а в основном в интернете рыщим, висим. Мы прекрасно понимаем, почему это именно сейчас так, почему именно сейчас обострилась вот эта мировая драка. И я полагаю, что нам есть тоже на кого из внешних союзников опереться. Нас голыми руками не возьмешь, поэтому задачи этих товарищей выполнены не будут. Вопрос дня. И он у нас сегодня звучит так. Как обезопасить себя от информационной шелухи? Была поговорка. Если хочешь победить дракона, заведи своего собственного. Поэтому только эффективная контрпропаганда, только работа на опережение в информационном поле, только разъяснение простым, доступным и понятным всем языком дадут нам хороший предохранитель от всего того, что происходит. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Это был вопрос дня. Мы говорили о безопасности. Еще раз напомним, любая информация должна быть достоверной. Не верьте в броса. Берегите себя и своих близких. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в Вайбере, Телеграме, Инстаграме. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова